Берите, берите билет, который на вот, да, вот. Какой номер? Номер какой? Тринадцатый. Тринадцатый. Это замечательно. Это счастливый билет. Что в первом вопросе? Говорят, женский склад ума, мужской склад ума. В чём принципиальная разница? Ну, принципиальной разницы нету. И там склад, и здесь склад. Но мужской чаще проявляется в способностях, а женский охотнее в потребностях. Правильно ли мы питаемся? Есть подозрение, что нет. Вот когда мы обедаем, на нас смотреть страшно. Такое впечатление, что мы обедаем последний раз в жизни. Весь мир говорит, завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу. Мы всё сами. Можно подумать, что у нас нет ни друзей, ни врагов. Как мы обедаем, нам бы так работать. Ну, у вас всё хорошо, всё в порядке. Теперь только один дополнительный вопрос. Что вы написали за последнее время? Есть что-нибудь? Есть. Любовь. К сожалению, товарищи, даже в наше просвещенное время мы не имеем ещё точных, толковых ответов на многие доисторические вопросы. Что такое любовь? Как понимать с милым раем в шалаше? Правда ли, что любовь слепа? Что такое платоническая любовь? И так далее, и тому подобное. Вопросов много, ответов нет, наука молчит. Но больше молчать нельзя. Пора, наконец, дать ответ тем, кто хочет любить, но побаивается. Чаще других мучаются такими вопросами. Испытываешь к человеку чувство, но любовь ли это? Отвечаем. Если вам с этим человеком легко, и каждую минуту хочется смеяться от радости, значит, вы испытываете к нему чувство юмора. Если хочется всё время быть рядом с ним, помогать ему, заботиться о нём, значит, вы испытываете чувство жалости. Если этот человек кажется вам самым нежным, самым красивым, самым умным, и вообще самым-самым, значит, вы испытываете к нему чувство зависти. А если после этих объяснений вы ещё что-то испытываете к нему, то это и будет любовь. Говорит «люблю», а вдруг обманывает. Как узнать точно? Узнать можно по внешним приметам. Если у человека выросли крылья, значит, он любит вас. Если крылья в помине нет, а глаза бегают, значит, обманывает. Если и глаза бегают, и крылья выросли, значит, любит. Но не вас. Как понимать смелым раев шалаше? Никак не надо понимать, это шутка. Вот немножко прояснилось с любовью. Раньше люди ужасно как мучились. Выходит человек весной на улицу, вдруг чувствует слабость в головокружении. Что это? Любовь подкралась? Или грипп? Предположим, любовь, а вы глотаете аспирин. Поможет он? Никогда. Или наоборот. У вас грипп, а вы кинулись в любви, объясняться. Получили согласие. Свадьбу успели сыграть. Дети у вас пошли. В школу. И тут выясняется, что всё это был грипп. Глотаете аспирин, он уже не поможет. Часто спрашивают, что такое платоническая любовь. У любви товарищей есть две стороны, духовная и физическая. Одна отражает жизнь духа, другая жизнь тела. К духовной жизни больше тянет мужчин. К жизни тела относятся стирка, мытьё посуды, глажение белья, приготовление завтрака, обеда и ужина. Здесь первенство принадлежит женщине. Духовная любовь по-другому называется платоническая. Есть ещё идеальная любовь. В ней и духовная, и физическая, связанная неразрывно. Скажем, если муж смотрит телевизор, а жена в это время моет пол, то это и будет идеальная любовь. Правда ли, что любовь слепа? Правда. Насколько бы вы не говорили ей об этом, она вас не услышит. Она ещё и глуха. И, наконец, самый интересный вопрос. Какое место по своему значению занимает любовь в жизни современного человека? Считаем, сон в жизни человека занимает 33% времени, зарядка 1%, работа 35%, еда, дорога, отдых по 8%, то-сё 4%, остальное по праву принадлежит любви. Это будет 3%. 3%. Недаром товарищи говорят, что любовь в жизни современного человека занимает не последнее место. Последнее занимает зарядка. А любовь по своему значению стоит между зарядкой и то-сё. Я надеюсь, что теперь в вопросах любви вы подкованы хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...